Короче, доброго времени суток, эту бабу не заткнуть, похуй, Рышкин шагает вновь по России, на этот раз в Заволжье, и чуть-чуть городец, работаем! Час двадцать пути прошел, мы в Заволжье, и сразу выходя с вокзала, у нас тут мини-парк, естественно, посвященный Второй мировой или Великой Отечественной, ну как парк, скверик, не знаю, полянка. В общем, видимо, у всех провинций, пунктик на то, чтобы поставить монумент в честь войны, которая унесла тысячи и тысячи жизней наших и не наших граждан. Сейчас постараемся найти здесь центральную площадь, походить, посмотреть, что здесь вообще есть, поснимать этот город, потом, возможно, прыгнем до городца, в котором мы уже топтали мостовые. Вот, работаем, ребят. Когда вы ездите по городам России, поездка считается удачной, если вы попадаете в город, в котором... Сейчас нас пропустят, хотя вон там пешеходный переход мы нарушаем, ну ладно. Короче, когда вы попадаете в город, в котором есть вождь, вождь, как всегда, исключительно только у нас вожди в каждом городе. Мила, Вика, Дима, Веленин. Чёрный не уверен. И это у нас, Дим, что это у нас? Чёрный лошадь? Нет. Это. Площадь Ленина. Площадь Ленина. Не забывай, правда? Надо отметить, что Ленин равноправильно. Кстати. У нас не только белый, но и чёрный. Город, короче, мы тут сколько, 10 минут, я так понимаю, большую часть города уже прошли. Вот. Маленький, тихий. Пока встретили двух кошек, одну собачку. Возможно. Возможно, у двух собаках не будет. Возможно, у нас тут это, да. Ну и сейчас, получается, мы проходим по центральной части города. Тихо, зелено, естественно. Достаточно чисто было, но вот сейчас на центральной тут... Ну, мусор всё-таки наблюдается. Хотя, блин, ну вот же мусорка, ну зачем сюда-то кидать. Фонтанчик. Моются, ты посмотри на них. Здорово, ребят. Не смущайтесь. Нормально. Продолжаем гулять, познавать провинцию. Работаем. Вот сейчас буквально чуть-чуть отошли от площади Ленина. Короче, смотрите, я не знаю, это только у меня так глюкнуло или нет, но мне кажется, это прикольным видом. Короче, вот этот вот сталинский ампир, который вот так вот идёт, вот он здесь продолжается с колоннами. И вот там цирковушка. Знаете, что мне это напоминает? Мне это отчасти напоминает Европу. Блин, заволзья. Ты чё, ты немножечко в стиль умеешь? Это ж прикольно. Смотрите, здесь зеленушка, дальше сталинский ампир, вот он повторяется, и дальше идёт церковь. Красотень же, ну, не знаю, меня такие моменты немножечко радуют. И вот смотрите, там продолжается, там ещё колонны. И да, немножечко тут всё обварено и требует реставрации, но это прикольно. Такой немножечко, как его, господи, отличающийся от стандартной провинции вид. Будь здоровы. Вообще колонны всегда радуют. Колонна, как хороший член, всегда стоит. Работаем. Как мы все знаем, Россия это страна контрастов, да? Так вот смотрите, вот эта вот площадь, на которой мы сейчас были. Вот опять же, вот эта вот такая полуампирская рамочка, рамочка, как это называется? Быстро меня поправили. Арочка. Вход, короче. И оп, провинция. Оп, Европа. Оп, ребята. И пёсики. Два пёсика. Пёсики пока ведут. В данном городе, походу, собака любит больше, чем кошек. Соответственно, это город-конкурент Лыского. А сейчас мы продолжим куда? А в ту сторону по аллее. Работаем. Итак, это третий котик, найденный нами. Посмотрите, какой хмурной. Котик. Здорово. Чего? Здорово. И побежал. А вот это вот, походу, ну какой-то инженер. У нас тут автомоторный техникум. И вот у этого человечка, я не знаю, это ирония, самоирония. Будет вам видно сейчас или нет. У него рука. Он в ней держит шестеренку. Вот, видите, шестеренка. И у него пальцев нет. Походу... Безопасности не особо учат. Ну или время так работает. Ага, работаем. Пройдя через очередную аллею, мы выходим к так называемому ДК. И опять колонночки. Мне прям нравится этот город. Я бы его охарактеризовал, что это город-парк. Сюда вот приезжать, чисто погулять на зелень посмотреть. А вот около этого ДК сейчас мы пройдем. Там здоровый детский парк получается. Детская площадка. Ну и вот сам город. Вот он такой весь. То есть два этажа, три этажа. Все вот это вот сталинское. Ну там вот есть уже, по-моему, постройка времен. Наверное, Брежнев, не знаю, там серое что-то. Но в основном все вот такое. О, тут даже вон как. Хотя это что это у нас? Асфальт? Ну не суть. В общем, забавно. Такая двухэтажная Россия. При этом парк. Зеленая двухэтажная Россия. Так, а это не только детская. Это парк культуры и отдыха имени Гагарина. Я думаю, мы сейчас сюда тоже зайдем. Время у нас перед отъездкой в городец еще есть. Так что прогуляемся. Там конструкции замки. Там какие-то, это видимо, горки надувные. Шурма есть. Ну и сам парк. В общем, сейчас мы вам его покажем. Ну а вот так выглядит глубь парка. Соответственно, тут лес, лес, лес и лес. Ну и домушки всякие. И много зелени. И ребята. В зелени. Сейчас постараемся отсюда выйти, чтобы подойти к церквушке, которая вот там вот где-то. Туда. Так, мы нашли выход. Квест слишком быстро пройден. Вот оно. Назад в 1953. Блядь, в 1953-м стали номер, да? Вот таким вот образом ребятки, ваши родители или дедушки-бабушки веселились в годы Советского Союза. Ставьте, они путали в космос. Да. Вот сейчас Дима еще постарается и Юпитер нас. Короче, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал. Распространяйте видео. Помогите Диме запустить меня в космос. Я вас люблю, целую, удачи, я полетел. Ну что, в принципе, ожидаемо. Мы прошли через парк, направляемся сейчас к церкви и вышли в ту часть города, которая уже менее, скажем так, европейская, назовем это таким словом. Кстати, вон церковь. Мы почти около нее. Видите? Вон синий купол и зеленый. Так вот, более современная часть города, если так можно назвать, выглядит, ну, вот. Как, в принципе, любой старый спальный район, да даже любого города-миллионника, что будет Нижний, Москва, Питер, везде такое будет, где-нибудь на окраине. Ну, здесь, я так понимаю, это основная часть жилой части города. Простыть из-за тавтологии. Ну, а сейчас к церкви работаем. Ну что ж, как видите, до церкви мы дошли. И чтобы ощутить полный вайб за Волжье, по традиции, это не реклама. На, коньячок, Рыжкин, церковь, за Волжье работаем. Итак, за Волжье мы прошли, вышли к автостраде, чтобы найти остановку, дабы ехать в городец. Видео из городца у меня на канале уже есть, поэтому можете его в этом плейлисте, где Рыжкин шагает по России, найти, посмотреть, что там. Ну, в принципе, город мастеров, набережные, блинные, и такие пироги. Естественно, Волжье, Ленин, все дела. Вот. Ну, а сейчас на этом видео мы заканчиваем, потому что все, за Волжье закончилось. Вот отельчик, кстати, тут есть. Вот там вот ТЦшечка. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не будьте нормальными, будьте рациональными. И, как всегда, ребят, работаем. Пост скриптум. Когда мы были в городце, вот этой традиции еще не было. Соответственно, исправляем. Пост пост скриптум. Сутью на того, что в прошлый раз, когда мы были в городце, он был слишком серый, потому что это был ноябрь. В этот раз мы чуть больше прошли. Рядом с церквями прошли. Но сейчас, опять же, попали в парк. В здоровый парк. Тут есть самолет. Во, летит. И, опять же, много-много-много-много-много-много чего. Из зелени. Именно. Это так, считайте, бонус к выпуску. К тому, что не обижайтесь на меня, пожалуйста, люди из городца, что я мог это не показать. Просто не дошли. Вот. Потому что не та погода была и не то настроение в атмосфере. А сейчас вот здесь. Ну, и на этом, я думаю, точно мы заканчиваем выпуск. Работаем, блядь, переработали уже.